с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 16 декабря и сразу уродившихся в этот день в 1770 году появился на свет людвиг ван бетховен немецкий композитор и пианист писал во всех существовавших в его время жанрах включая оперу музыку к драматическим спектаклям хоровые сочинения и так далее самым значительным его наследие считаются инструментальные произведения фортепьянные скрипичные и вилончельные сонаты творчество бетховена оказала значительное воздействие на симфонизм 19 и 20 веков 1866 год рождается василий кандинский выдающийся русский живописец график и теоретик изобразительного искусства один из основоположников абстракционизма в 1872 году рождается антон деникин генерал-лейтенант главнокомандующий добровольческой армии гражданскую войну затем главнокомандующий вооруженными силами юга россии после ее разгрома сдал командование барону врангелю и покинул страну макс линдер родился в 1883 году настоящее имя габриэль максимилиан лювьель французский актер комик сценарист и режиссер немого кино мировая звезда в 1901 году рождается николай ватутин талантливый и опытный военно начальник генерал армии герой советского союза его именно всегда связано с победами советских войск во время великой отечественной войны под сталинградом и курском при форсировании днепра и освобождении украины 1915 год день рождения георгия свиридова советского и российского композитора и пианиста народного артиста ссср некоторые его произведения патетическая оратория курские песни весенняя кантата в 1932 году родился родион щедрин советский российский композитор и пианист педагог народный артист ссср в 1935 году рождается светлана дружинина советская российская киноактриса кинорежиссер сценарист заслуженный деятель искусств рсфср 1946 год рождается бенни андерсон автор песен пианист и вокалист группы оба а в 1948 году юрий николаев советский и российский теле и радиоведущий актер помним мы его прежде всего конечно же по утренней почте и по проекту утренняя звезда народный артист российской федерации о некоторых событиях этого дня 16 декабря 1600 года в лионе вторично сыграли свадьбу 47-летнего французского короля генриха четвертого с 27-летней флорентийкой марии медичи младшей дочерью богатейшего человека европы франческу первого великого герцога тосканского генрих в декабре 1599 за немалые отступные добился развода с бездетной первой женой маргарита его луа известной в литературе как королева марго в апреле 1600 король в обмен на огромную сумму 600 тысяч золотых и кю от дома медичи согласился через своего представителя во флоренции подписать брачный контракт с мари которую никогда не видел в октябре в грандиозном палаце пите устроили венчание в отсутствие жениха по доверенности бывает и такое и только 4 декабря мария впервые встретилась с мужем воочию а через девять месяцев появился на свет наследник французского престола кстати будущий людовик 13 1809 год объявление о расторжении брака наполеона первого и жозефины богарне накануне император франции заставил сенат специальным указом санкционировать свой развод с жозефины де богарне в браке с которой он прожил 13 лет несмотря на столь длительный брак жозефина так и не смогла подарить мужу сына а наполеону нужен был именно наследник 1887 год спустя полгода после казни старшего брата владимир ульянов 17-летний студент юридического факультета казанского университета принимает активное участие в сходке студентов которые протестуют против ущемления академических свобод в результате он был арестован исключен из университета и выслан под негласный надзор полиции в имени ульяновых деревню какушкино казанской губернии через год ему дозволили вернуться в казань но университете его уже не восстановили кстати придя к власти ленин ликвидировал вузовские свободы как буржуазный предрассудок 1894 год в москве открывается сад эрмитаж памятник садово-паркового искусства который расположен в центральной части города был основан щукиным известным московским театральным предпринимателем и меценатом впервые для посещения сад был открыт в декабре 1894 через два года здесь составился первый москве общедоступный сеанс кинематографа братьев люмьер а еще через четыре театре эрмитаж премьеры спектакля царь федор иоаннович открыт московский художественный общедоступный театр под руководством самого станиславского и даже не мировича данченко и на этой же сцене состоялись премьеры пьес чехова чайка и дядя ваня 1899 год выходцем из британии альфредом эдвардсом основан один из самых титулованных клубов мира футбольный клуб милан первым капитаном становится герберт килпин именно он придумал форму клуба и ее цвета черный и красный красный цвет символизировал дьявола покровителя команды а черная опасность которая грозила всем его соперникам эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста 1931 год в москве появляется новый профессиональный театр ромэн еще 24 января при глав искусстве нарком проса рсфср создается цыганский театр-студия индо ромэн у его истоков стоял луначарский а почетным членом организации группы был мир хоть в апреле состоялся первый публичный спектакль театра студии в декабре заработал сам театр первые спектакли были посвящены цыганам и пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни 1966 год публикация цитат мао дзюдуна в пекине на западе известная как красная книжечка краткий сборник ключевых изречений мао дзюдуна впервые изданные правительством кнр в шестьдесят шестом цитаты содержат цитаты из речей и опубликованных работ мал структурированные тематически широчайшее распространение более миллиарда экземпляров получила карманное издание в красном переплете предназначены для ношения собой и постоянного свирения со временем и еще одно событие более подробно 1946 год 42-летний крестьян диор открывает в париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом в 6 миллионов франков первая же коллекция февраля круто меняет вкус и потребителей журналисты называют творение диора новым обликом и автор мгновение ока становится самым популярным модельером мира приталенные костюмы узкие плечи и пышные юбки так выглядел новый силуэт от диора покоривший сердца француженок женственностью столь желанный после аскетической моды военной поры красота спасет мир с вами был николай пивненко в проекте дата субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok